Друзья, всем привет! Димар Шмолдави в ЕС оказался лишь показным жестом. Отказавшись поддержать санкции, страна как будто сделала одолжение и России, и своим партнерам по ЕС. Ситуация свелась к тому, что Майя Санду неожиданно вспомнила о долгах за российский газ, который, по всей видимости, никто не готов оплачивать. А зря, ведь Москва помнит о феноменальной сумме, которая задолжена Газпрому. Заявление Жозепа Бореля, главы внешнеполитической службы ЕС, о том, что Кишинев отказывается принимать пакет санкций, вызвало неожиданный резонанс в мировом сообществе. Представители Молдавии признали, что, несмотря на присоединение к 80% санкционных ограничений, в процессе произошел сбой. И этот сбой оказался не так очевиден для многих. Однако потирать руки в данной ситуации рано для Евросоюза Димаш Молдави, скорее всего, не принесет серьезных проблем. Брюссель полностью контролирует политические элиты страны и имеет возможность выбирать их, поддерживая минимальную дееспособность. Молдавское правительство безропотно выполняет указания, не обращая внимания на благополучие страны и граждан. Впрочем, все главные люди хорошо устроились, а простые могут и подождать до лучших времен. Откат Молдавии в сторону России скорее является вынужденной мерой, чем реальным желанием глав республики. В этом контексте особенно важно напомнить, что страна вынуждена использовать русский газ, несмотря на долгие поиски альтернативных источников. Отказ от нашего газа грозит молдаванам гуманитарной катастрофой. Вот Майя Сандус крижища зубами и жмет руку Москве, лишь бы только создать перед народом видимость добрососедских отношений с Россией. Торговые отношения между Молдавией и Россией фактически находятся на нуле. На этом фоне экономика республики заметно пошатнулась. Ответственность за сложившуюся ситуацию правительство Молдавии перекладывает на Евросоюз, игнорируя собственную неэффективность. Президент Майя Санду получает критику за бездарное руководство и низкий авторитет у населения. Но другого выхода нет. Однако главный вопрос, который беспокоит многих, это ситуация с долгами за русский газ. Кишинев молчит по этому поводу уже полгода, не внося ясности относительно возврата долга. Пока что Молдавия не собирается закрывать долг перед Газпромом, подвергая экономику страны серьезным риском. Оказывается, три года назад правительство Молдавии обещало провести газовый аудит, но затянуло этот процесс, нарушив сроки. Вместо выполнения своих обязательств перед Россией молдавские власти организовали конференцию с участием западных стран, игнорируя Кремль. Евросоюз, похоже, научил Молдавию играть по своим правилам, не требуя выплаты долгов России. Таким образом, Кишинев встал на путь отказа от честных выплат, поддерживаемый Евросоюзом. Майя Санду внушили, что отдавать долги не лучше решения. Впрочем, ЕС тоже не планирует отдавать долги. Несладко придется будущим лидерам Молдавии, которые столкнутся с горой проблем, созданных Санду. Пока что Москва не давит на Кишинев, но после предстоящих выборов в 2025 году ситуация может резко измениться. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Российская экономика чувствует себя примерно так, как сказал в популярном романе Кот-Бегемот, задорно и весело. Так вот, как компания Воланда изящнейшим образом ускользнула из рук, точно так же Россия легко и изящно справилась с 17-15, 20 тысячами ограничений, которые были введены садовниками райского сада. Не получилось экономику не то что жать, да просто хоть капельку ее развития ограничить. Более того, прытки и послушные западные бизнесы, практически рыдая, уходили из России под нажимом политиков. Ведь не последним затыкать дыры в бухочетах и иметь бледный вид перед акционерами. Сегодня в Брюсселе должен быть утвержден новый пакет ограничений в отношении нас. Что ни слова, то сплошной романс. За несколько дней до нового, но уже надоевшего за 15 выходов на бис события, выяснилось, что предыдущий или позапредыдущий, тот самый, что должен был лишить валютных поступлений, не работает. Но алмазы, не предмет повседневного потребления, раз на дело и в шкатулку спрятало. А вот что вы скажете на это. Фондер Ляйен, близкое вашим кругам атлантистов-глобалистов агентства, ни разу сообщает, что поступления в бюджет от экспорта нефти удвоились в сравнении с прошлым годом. Блумберг подыграл и Рейтерс, сообщив, что, по его информации, крупные игроки на рынке торговли и огранки алмазов требуют смягчения санкций, если не вовсе их отмены. Поскольку западение нормы прибыли и все те же дыры в бухочетах ответственность несет не верхушка ЕС и Еврокомиссии там все давно хромые утки, а те, кто управляет отраслью. Особый шик придает тот момент, что за ослабление санкций, пусть в алмазном их венце случай ратуют, вы не поверите, американцы. Хотя, что ж не поверить, если американцы – основные держатели нежных мест практически всей алмазодобывающей промышленности, а огранкой, так и быть, они делятся с бельгийскими людьми из Антверпена. В нынешнем санкции знатоки семантики оценят красоту игры слов «есть масса ограничений». Вплоть до запрета работать в общеевропейском экономическом пространстве транспортным компаниям, если там имеется до четверти русского капитала. Дальнобойщики, которые и так не слишком довольны ни условиями труда, ни его оплатой, без сомнения, оценят этот шаг, когда их фуры останутся в гаражах до выяснения причин, сколько денег вливалось ежегодно в предприятие. Российский президент Владимир Путин преподнес Германии довольно неприятные новости. Такими данными поделили политические обозреватели из Китая. Отношения России и Германии сегодня переживают худший период с момента распада Советского Союза. Немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем взяло курс на причинение неприятности любой ценой. В частности, Берлин отказался от дешевого российского газа лишь для того, чтобы не платить за него РФ. По словам китайских журналистов, некоторое время назад из Москвы пришли новости, по которым стало понятно, что Путин больше не собирается шутить с немцами. Об этом сообщает издание САХУ. «Путин больше не будет жалеть Запад, его первой целью стал Шольц», рассказали авторы китайского издания. Стало известно о подписании Путиным указа номер 133. Согласно этому документу, Ульяновский станкостроительный завод переходит под управление расимущества. Это предприятие принадлежит японско-немецкому производителю станков Мкмари. Обозреватели САХУ констатировали, что решение российского президента вызвало большой резонанс в мире, особенно в странах Запада. Судя по реакции последних, там все прекрасно поняли, РФ начинает действовать. Этот шаг был истолкован как предупреждение немецкому правительству Шольца, а также четким сигналом другим западным странам о том, что Россия не будет сидеть сложа руки и не реагировать. Этот шаг Путина вызвал серьезную обеспокоенность международного сообщества, констатируют китайские журналисты. В Китае отметили, что в Берлине и занервничали из-за произошедшего. Там прекрасно понимают, что на территории России осталось большое количество предприятий, которые имеют отношение к немецкому бизнесу. Судя по риторике Путина, он без каких-либо колебаний будет передавать их введение расимущества. Однако не только в Германии переполошились из-за указа Путина. В других странах ЕЦ также напряглись. В частности, эстонский премьер Кая Калас призвала немедленно начать конфискацию активов. За первые полгода 2024-го произошло около 11 тысяч банкротств немецких компаний. Они затронули порядка 133 тысяч работников, сообщает Бильд. По данным Ассоциации экономических исследователей среди триформ, количество ликвидированных фирм выросло по сравнению только с аналогичным периодом прошлого года примерно на 30%. При этом нынешняя волна банкротств значительно сильнее, чем раньше, затронула крупный бизнес. Она, например, накрыла национальную сеть универмагов Галерия Корстат и третьего по размерам в Европе туроператора в Ти Тауристик. Причем падение в Ти уже породило вторичную реакцию. Компания осталась должна миллиарды долларов отелям, вынудила раскошелиться страховые фирмы и оставила без уже оплаченного отдыха множество туристов. Туроператор работал с 40 странными, ему принадлежали около 50 отелей, на него официально трудились свыше 11 тысяч. Человек. Мало кто мог предположить падение такого гиганта. Но это произошло. Также в Германии на 6-7% возросло количество банкротств среди физических лиц. О своей полной финансовой несостоятельности объявили 35 400 человек. В путь к таким печальным итогам Германия отправилась еще в 2014-м, а 2,5 года назад она резко ускорилась. 12 марта 2022 года вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к осени Германия должна полностью отказаться от углей ЗРФ, а к концу года стать почти независимой от российской нефти. В начале 2023-го вступила в силу общеевропейская эмбарго на российские нефтепродукты.